Еще одно рыбное место появилось недалеко от Екатеринбурга. Сегодня энергетики выпустили в Исецкое водохранилище несколько сотен мальков Толстолобика и Белого Амура. Говорят, зарыблением занимаются не развлечения ради, а пользы для природы. Почему рыбаки могут даже не разматывать удочки, выяснил Игорь Бонгин. 14,5 градусов. Потому что здесь теплая вода. В таких условиях сигалетки действительно чувствуют себя как рыба в воде. В Исецком озере, которое греется от среднеуральской электростанции, живности пруд-пруди. Это идеальное место для выращивания ценных пород. Хотя пока их представители весят всего 20 граммов. Где-то в среднем они прирастают за год 300-400 граммов. То есть те, что рыбы выпускались два года назад, мы их в этом году поймали, они где-то были 600-700 грамм. Ну, по опросам местных жителей, уже до килограмма здесь такие рыбы встречаются. Еще 71 тысячу мальков белого амура и толстолобика выпускают в устье сбросного канала станции. Здесь температура выше, а значит привыкать к тихой заводе будет проще. Уже четвертый год энергетики следят еще и за экосистемой местного водоема. Селят в нем ту рыбу, что очищает пруд от избытка водорослей. Белый амур еще называют травяным карпом. И он прекрасно, поедая растительность, очищает наши водоемы. А белый толстолобик со своей стороны, поедая фитопланктон, прекрасно фильтрует воду, удаляет мутность и исключает ее цветение. За рыбление, говорят сотрудники, это еще и дань природе. Компенсация ущерба, который неизменно наносит деятельность человека. Сегодня мы завершаем четвертый этап зарыбления нашего Истинского водохранилища. Рыбное изобилие словно лакмусовая бумажка для местных. Значит, вода здесь чистая. То, что рыба в озере косяками ходит, замечают и любители ловли. Правда, большого улова ждать не приходится. Клевое место находится у сооружений ГРЭС, куда рыбакам вход заказан. Штраф от 2 до 5 накладывается на нарушителей права рыболоса. И также иск за каждую особь водильности. Если, допустим, в Белом море, то соловье стоит по 250 рублей за голову. Независимо от размера веса. Ну, конечно же, возможно, еще уголовное дело, это весенний листовый период. Это зависит от рудилова, также от количества. Так что это водиться только для рыб и сгодится. Купаться и рыбачить в районе гидротехнических сооружений на Исецком озере энергетики запрещают. Игорь Бонгин, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.